он дикан лад, вспрыснул я себе и рад привет всем из Германии, доктор Фишер приветствует вас на своем канале канал о спорте, бодибилдинге, фитнесе, трансформации тела после 40 лет ведь мне уже 47 ну мне уже 47 или лучше сказать, мне еще 47 говорим о здоровье мужском, не забываем женщин, готовим фитнес рецепты так что если ты еще не подписался, подписывайся и ты не пожалеешь видео выходят регулярно, каждый день на ютубе и на тиктоке тоже выходят каждый день вот такие вот дела первый подписчик зашел привет подписчик, ты получаешь золотую медальку потому что ты первый, ты первый поставь лайк, поставь лайк, давай, давай, лайкуй не быкуй, лайкуй, давай давай, давай, лайки бесплатные бесплатные лайки сегодня лайки бесплатные можете писать задавать вопросики сегодня стримчик у нас рубрика ответы на вопросы спасибо за лайк спасибо спасибо подписчик спасибо тебе за лайк а еще два подписчика зашли три зашло человека один получает золотую медаль 2 серебряную 3 бронзовую вспомнил бронзовую давайте еще лайки лайки поставьте для что было по-пацанский три человека три лайка пока один только лайк давайте еще давайте лайки сегодня бесплатные и можете задавать вопросы я на них бесплатно отвечу я всегда бесплатно отвечу на вопросы я в германии живу но я свой я не сдам вас гестапо я не сдам вас гестапо такие вот дела привет братва в 90 я бы сказал привет братва привет братва давно я не выходил в стрим обычно я стримил лет последнее время в тик токе решил сегодня постримить в ю тубе посмотреть чем почем чем почем хоккей с мячом поотвечать на ваши вопросы показать вам себя себя показать вот смотрите вот я не дрыщ я не дрыщ дело ошибок я вон только начал после 40 это у меня была травма я может быть даже бы еще до сих пор был был бы натуралом я просто порвал пицуху сухожилия бицепса только из-за этого давайте лайки лайки ставьте а то уйду сейчас тик ток обижусь на вас и уйду в тик ток что привозь жесткому остынику хочу тебе предложить кушай каждые два часа и поправишься проверь свою щитовидку может и не остыник просто ты у тебя проблем может щитовидкой может у тебя и беру функция гипертиреоз сходи проверь щитовидку сдай на тсх в ртсх и посмотри что там будет высокий значит у тебя гипотиреоз у тебя скорее всего если у тебя скорее всего будет низкий гипертиреоз количество миллиграмма нельзя так все вместе мешать суммарные говорить о у меня всего у меня всего 800 миллиграмм всех препаратов может а может кто-то возьмет и 800 миллиграмм деки поставит и у него тоже 800 миллиграмм то есть я не знаю почему вот это вот пошло эта фигня что все вместе суммируют и потом говорят а у меня немного у меня всего один грамм а может с этого грамма там я не знаю 700 миллиграмм балдинона и 300 миллиграмм мастерона и чё это мало мало или чё-то или там не знаю 600 миллиграмм трин баллона и блять 400 миллиграмм балдинона вот это вот какая-то херня вот это вот это подсчеты в миллиграммах ну проверь щитовидку если ты действительно кушаешь достаточно и не поправляешься то нельзя все скидывать на остейника надо посмотреть проверить гормоналку может у тебя просто щитовидка повышенного выделяет гормоны ведь гормоны щитовидной железы считаться мощными жиросжигателями это 3-4 вот эти люди у которых гипертиреоз они могут жрать вообще не знаю там ведрами мороженое пирожное и остаются дрыщами у них ни жира ни мышц не раститься потому что все сжигается гормонами щитовидки все сжигается поэтому если ты не можешь поправиться например то сходить проверить гормон щитовидной железы то же самое для гипотириоз люди которого вроде мало едят до сидят на диете мало кушают и не худеют вот тоже щитовидку надо проверить может быть у них вырабатывается мало гормонов щитовидной железы поэтому них не сгорают ничего не теряют они чудо спасибо большое еще наблюдаю за тобой послушал все видно почему нет про оксиметалон ничего а видео да про оксиметалон а она что-то мне нету этого как вам говорят вдохновление снять видео про оксиметалон не знаю почему-то нету ну нормальный нормальный стероид я на нем просушился на оксиметалоне три месяца его юзал по 50 миллиграмм в день высушился сикспек есть все как как вы любите нормальный стероид побочек особо не было никаких я сдавал потом анализы все хорошо принимал на курсе лицетин и у меня печеночные пробы даже норме были после трех месяцев приема и в принципе и липидный профиль был нормальный так что хороший стероид я мне понравился я бы еще больше юзал но просто подумал блять три месяца оралка уже и так куда еще дольше бросил я его принимать почему-то скорее всего когда-нибудь еще сделал курсец на оксиметалоне хороший препарат прям чувствуешь силовые дает какой-то драйв дает я его принимал перед тренировками за полчаса тренировочки заходили нура вообще хорошо оксиметалон мне понравился наверное всех оралок я уже все пробовал да даже уже халатестин тестировал для подписчиков тогда которому кстати халатестин если вы почитаете в интернете про него там такую пишут такие сказки типа силовые поднимает блять там вообще чуть не небеса взлетают приятно после одной таблетки там я его покупал думал буду это использовать халатестин как притреник думаю буду выпивать при тренировочкой блять и будут у меня веса летать как пружинки два разных производителя тестировал халатестина и что я и вообще ничего не почувствовал никакого драйва я да я больше драйва чувствовался с тонозолова даже вообще никакого драйва не почувствовал никаких силовых повышений и единственное что я заработал за короткое время вот я тестировал меня печеночные пробы в три раза взлетели с халатестином вот делайте выводы самый вредный стероид оральный это халатестин фишер ты сейчас на массе или сушки как питаешься питаюсь да вообще что-то не не это не считаю я калорий но периодически принимаю метформин или орлистат то есть если я чувствую меня пища такая очень жирная я могу выпить орлистата если я много углеводов сажу я могу выпить метформина то есть я так стараюсь регулировать метформином орлистатом короче были дни когда я закидывался и метформином и орлистатом то есть как-то так но стараюсь все также в принципе в тренировочные дни кушать больше углеводов нет тренировочные исключать углеводы или меньше кушать или с метформином их принимать короче ну как-то так нету никакого я сейчас не могу никакую цифру озвучить например что я ем например 2600 в день килокалорий нету такого сейчас так как у меня процент мышечной массы высокий в организме у меня в принципе вся еда которую я съедаю на вся спаливается то есть в этом плюс в этом плюс если у тебя есть мышцы да то есть ты в принципе все спаливаешь да ты можешь даже больше кушать док привет скажи что пить для печени на курсах ну я например пил лицетин можно пить можно пить урсодез вот лицетин урсодез можно купить дорогой гептрал колоть иногда периодически гептрал вообще классная вещь но только не в таблетках а в это ну а если так даст самая доступная это конечно лицетин да его продают в порошочках есть лицетин соевый есть лицетин подсолнечный в принципе без разницы 10-15 грамм в день кушай купи себе в и кушай 10-15 грамм урсодез тоже но он дороговатенький тоже нормальный препарат на ночь его пить ребята кто лайки не поставил ставим лайки давайте давайте но вообще-то когда ты ставишь не ставить начинаешь экзогенный тест у тебя со временем гспг упадет даже от просто не применяя никаких дериватов дгт он со временем падает гспг а где взять то вроде запретили стероиды ну где из-под пола подвальная продукция конечно в аптеке ты чукует в аптеке не продают если не переносишь бросай метформин тогда значит они твои можешь попробовать побить этот орлестат эстрадиол вообще это хорошая тема кстати вот я сегодня выпустил видео на тик токи я там рассказал почему женщины живут на 7 лет дольше мужчин и и один из факторов был эстрадиол до гормоналка эстрадиол защищает женщин от то есть он регулирует липидный профиль да и за счет этого у женщин редко редко бывает сердечные инфаркты инсульты головных мозгов обычно это до первом месте по смертности инфаркт инсульт и обычно умирают мужчины и также страде он важен для костей для костей важен чтобы остепороза не было чтобы кости не ломались не были брухи в общем для иммунитета для сперматогенеза плюсов много у эстрадиола да он ответственен и за либидо и за эрекцию и за либидный профиль и за сперматогенез и косточки предупреждают разрежение костей и остеопороз ну закон кожа для кожи для волос ногтей и все такое эстрадиол его в нули нельзя взбивать не арлистат не метформин не являются жиросжигателями потому что многие на тик токи думают многие на тик токи думают они будут пить волшебную таблетку метформина и у них жир уйдет он не является жиросжигателем метформин только делает благоприятную среду для похудения он понижает инсулин выработку инсулина за счет того что сахара не усваиваются сахара не усваиваются поэтому инсулин низкий а инсулин это накопительный гормон он мешает липолизу жиросжиганию поэтому в принципе есть две возможности и они в принципе одинаковые первая возможность это делать интервальное голодание например четыре часа кушаешь и 20 часов не кушаешь такой же эффект как от метформина для этого и делается этого 20 часов ничего не кушаешь чтобы у тебя инсулин был низкий да и ты на дефиците калорий худеешь но просто не каждый может по 20 часов голодовать поэтому я предложил пить метформин да то есть тогда уже не надо 20 часов ничего не есть можно кушать дефицит калорий держать и худеть инсулин не будет мешать тебе сжигать калории потому что будет низенький за счет метформина не за счет голодования да за счет метформина быть низенький только для этих целей а сам метформин он ничего не сжигает тут надо диету держать диету какой из твоих курсов тебе понравился больше всего оксиметалоном с оксиметалоном не больше всего я лучшую форму у меня был вот это вот которая сейчас я сделана оксиметалоне да ну я не знаю я по субъективному ощущениям я оксиметалон круче чувствовал то есть силы прям чувствую силу прибавку и это драйв какой-то не знаю и какой-то становишься такой более даже не знаю как сбитый такой какой-то такой я не могу описать не сказки сказать не перу бы описать надо пробовать короче пробу и метан и пробу эксиметалон и поймешь в чем разница вообще как у тебя с давлением что-то девушки на так ритом сливаешь просто но у меня редко проблем с гематокритом если у меня проблемы были я там я в принципе не да не даже не жду когда проблемы будут я каждые три месяца хожу донорством крови занимаюсь даю кровь это полезно кстати антикуэкулянты и на зимнее время я пью курантил до курантил пью в зимнее время он является антикуэкулянтом и еще повышает он иммунитет я кстати видео записал по моему даже про курантил будет будет на канале я там дозировочки озвучил чё почем чё почем хоккей с плечом ну и также я люблю конечно пентоксифилин перед тренировочкой иногда балуюсь пентоксифилинчиком для пампинга для пампинга он тоже положительно влияет на реологические свойства крови да ну как то так это вообще тренировок неделю я тренирую сплитом я уже много раз рассказал да например день спины второй день ног в третий день груди два дня отдыхаю опять день спины день ног день груди два дня отдыхаю и так по кругу я в конце тренировок спины и груди делаю еще плечи и ну да так и икры я еще три не подключил тренирую в день спины и в день этих груди еще и кратнирую ну короче мелкие мышечные группы можно каждый второй день тренировать отдельно дня рук у меня нету я тренирую дельты только средние потому что задние дельты у тебя тренируются когда ты спину тренируешь а передние вообще почти везде тренируются кроме когда день ног мышцы хорошо просто медленнее но зато никогда отката нет зачем спешить вот именно зачем спешить то все все профессионалы они все ставят гормон роста потому что веса повышают быстро рабочие до мышцы то растут как на дрожжах а сухожилия они так быстро они быстро не восстанавливаются на них на сухожилия наболики практически не влияют почему люди рвутся то мышцы большие а сухожилия еще не окрепли от таких нагрузок и поэтому рвутся отрываются сухожилия поэтому они ставят гормон роста которые вот укрепляют сухожилия вот он хорошо на сухожилия влияет в плане восстановления поэтому они все профессионалы подключат гормон роста иначе можно быстро порваться гематокрит если повышен у вас гематокрит вам уже никакая таблетка не поможет нету препаратов которые смогли бы понизить гематокрит вот тут единственное нужно идти сдавать это стать донором крови до слить кровь 500 миллиграмм миллиграмм 500 миллилитров есть препараты которые могут предупреждать предупреждать сгущение крови их надо уже пить заранее никогда уже у вас высокий гематокрит до заранее а когда он уже у вас там пятьдесят шесть пятьдесят семь то уже ничего не сделаешь таблеточки такой нету волшебные что выпил и все будет и кровь сразу стала полилась струйкой давайте будем это прощаться если ты смотришь это стрим записи не забудь поставить лайк можете вопросы задавать под стримом я может быть отвечу если они будут адекватные вопросы